Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Рауль Кастро, президент Кубы, объявил о смерти своего брата Фиделя Кастро, одного из самых старых коммунистических диктаторов мира. Собственно, понятно, что мы не знаем, когда на самом деле Кастро омер, также мы не знаем, когда на самом деле умер Сталин или Туркмен Баши. Вот была в начале 90-х замечательная книжка Романа Арбитмана про некрократию, а это была такая шуточная книжка, в которой доказывалось, что якобы Советским Союзом правили мертвые вожди, правили от имени мертвых вождей. Книжка была написана как розыгрыш, но, насколько я понимаю, ей даже тогда заинтересовались в Кремле, потому что решили, что это на самом деле правда. Но вот книжка Арбитмана была розыгрыш, и, скорее всего, действительно, Фидель Кастро умер тогда, когда он умер. Но вот парадоксально, что есть режимы, о которых мы знаем, когда умирают их лидеры, и есть режимы, о которых мы не можем быть уверены, что мы знаем, когда умирают их лидеры, и, наоборот, их политические оппоненты. Вот обратите внимание, что только что сейчас очень похожая история произошла в Узбекистане с Гульнарой Каримовой. Там распространились слухи, что Каримова отравлена и похоронена. После чего, казалось бы, было легко опровергнуть этот фейк, показав живую Гульнару Каримову. Вместо этого принялись ввести усиленный ее фейковый аккаунт в Фейсбуке и постить старые фото, которые совершенно отчетливо старые. То есть, обратите внимание, мы не знаем, умерла Гульнара Каримова, или этот фейк о ее смерти, наоборот, является фейком, распространенным с целью скомпрометировать нынешнее руководство Узбекистана. Но сам факт того, что мы этого не знаем, дает нам полное представление о характере современной политической власти в Узбекистане. Вот, собственно, точно так же тот факт, что мы не можем быть 100% уверены, когда все-таки умер Фидель Кастро, дает нам полное представление о характере современной политической власти Кубии. Также очень показательно, что в Кубе, так же, как и в стране политического победившего Чучхе, есть сакральная семья, нет никаких выборов, даже формальных, потому что еще при жизни Фиделя назначен был преемником его брат Рауль. Ну, можно было бы назначить, конечно, и детенка какого-то, но вот, например, у Кастро дочка сбежала во Флориду, является одним из отчаянных критиков его режима. В общем, как сказал Кастро, победив, у революции нет времени на выборы, вот как он в 1959 году победил, так с тех пор у них времени на выборы и не было. Социализм, проиграв в реальности, выиграл битву за умы интеллектуальной элиты. Вот абсолютное большинство современной западной элиты левые, они не называют себя социалистами, но на самом деле они являются социалистами. Поэтому каждый современный уважающий себя западный либерал знает, что до революции нищий Кубой правил коррумпированный диктатор Батиста, которого свергли правильные повстанцы, переименовав это в остров свободы. Так вот, я должна была сказать, что это враньё, потому что до 1959 года Куба была одной из самых богатых стран Латинской Америки с самой высокой капитализацией фондового рынка. Чтобы было понятно, её ВВП в 1959 году был больше подушевой, чем в Японии, и больше подушевой, чем в Италии. Понятно, что Япония и Италия были тогда бедными странами, но всё-таки речь шла о стране Латинской Америки. Он был больше, например, чем подушевой ВВП в таких американских штатах, как Миссисипи или Южная Каролина. Да, это была небогатая, несвободная страна. Режим Батисты был коррумпирован. Более того, при Батисте подушевой ВВП пошёл вниз. Это был Лас-Вегас. Это был такой пригород США. Туда стекались туристы, деньги, азартная мафия. Но вот Лас-Вегас тоже создавала мафия. Хотите представить себе Кубу без революции? Посмотрите на Лас-Вегас, который создавала мафия. Сразу после революции были полностью моноциализированы все предприятия. Было полностью коллективизировано сельское хозяйство. И после этого экономическое процветание Кубы закончилось. До конца Советского Союза Куба жила на советских дотациях. Она получала приблизительно 6 миллиардов долларов в год. После краха СССР в этой стране, в которой плюнь и вырастет, наступил голод. Физический голод. Голодали люди, как во Вьетнаме после победы Хо Ши Мина. Где тоже с полей собирают три рисовых урожая. Карточки действуют на Кубе до сих пор. Каждый кубинец имеет книжку с карточками. Есть Бодега. Это казенный магазин, в котором надо оттовариваться. Выглядит он совершенно точно так же, как выглядели стандартные магазины в Советском Союзе в середине 70-х годов. То есть, пустые полки, на которых застенчиво ночует какая-нибудь банка с сайрой и какое-нибудь масло. Но, правда, не подсолнечное, а какое-нибудь другое. Чтобы было понятно, как выглядят карточные нормы, 5 яиц в месяц. Еще одна яркая примета Острова Свободы – это автопарк 50-х годов. Дело в том, что машины оставались в частной собственности. Собственно, так же, как и в Советском Союзе. И их владельцы, те, которым повезло, до сих пор пользуются теми машинами, которых они купили во время Кровавого и Страшного Батисты. Как они поддерживают их на плаву – это совершенно невероятно, потому что это поддерживается чуть ли не с помощью деталей от чайников и бог чего знает кого. Потому что кто имеет машину, тот очень счастливчик. Потому что сейчас на Кубе увеличился поток туристов. И вот можно возить этих туристов, можно зарабатывать деньги для того, чтобы купить еду на рынке. Кстати, квартирами. Квартиры позволили кубинцам иметь только уже при президенте Рауле Кастро. А так как за ремонт водо-электричества по-прежнему отвечает государство, то вы можете себе представить, как выглядят улицы Гаваны. Это такие сыплющиеся дома, которые напоминают даже не о процветании времен Батисты, а вообще о процветании времен XIX века колониального. Население, естественно, зависит от государства во всем от рождения до смерти. 70% населения, включая, естественно, врачей и учителей, работает на государство. Есть замечательный миф о системе бесплатного здравоохранения кубинской, которые распространяются не только в России и в Америке, но, как я уже говорила, и даже левыми интеллектуалами не брезгуют. А на самом деле система здравоохранения была создана в 60-е годы с помощью Советского Союза. И выглядит она точно так же, как советская система здравоохранения в 60-х годах, но где-нибудь в сельской больничке в Узбекистане. На Кубе отсутствует современная медицинская аппаратура, отсутствуют современные методы лечения, отсутствуют медики, умеющие их применять. И несмотря на то, что Куба экспортирует своих врачей, она действительно их экспортирует, например, в ту же самую Венесуэлу в обмен на нефть, но этот экспорт врачей, ну, знаете, немногим лучше, чем экспорт каких-нибудь шаманов. А есть потрясающие данные о смертности, согласно которым медицинская статистика Кубы выглядит даже лучше, чем медицинская статистика США. Но, в общем, видимо, на Острове Свободы есть, скажем так, некоторая креативная статистика. Вы спросите, каким образом в 21 веке 6 с лишним миллионов населения добровольно меряется с такой жизнью, которая остановилась в 59 году и ухудшилась по сравнению с 59 годом? А ты ведь с помощью пропаганды и репрессии. Причем первоначально упор был на репрессии. А еще в 60-х годах параллельно с созданием, строительством социализма иначе расстроится система концентрационных лагерей. Я должна сказать, что это всегда с социализмом так. Его построение обычно начинается с построения концентрационного лагеря и обычно им же и заканчивается. А кубинский гулаг назывался УМАП. В него попадали люди, которые отказывались добровольно, в кавычках, заниматься работой на благо революции. Те, кто были против коллективизации. Также в него попадали гомосексуалисты, адвентисты седьмого дня, и свидетели Йоговы. Йоговы – это официальный список. Но на самом деле, конечно, попадал кто угодно. Кстати, очень часто католические протестантские священники. Одно время лагеря насчитывали 350 тысяч человек. Это при том, что население острова было тогда 6,4 миллиона человек. Значит, я напомню, что советский гулаг в 1953 году – это на 190 миллионов населения 2,5 миллиона человек. То есть, кубинское соотношение было выше. Переплюнул Фидель Кастро товарища Сталина. А на воротах, кстати, лагерей было написано в подражании Аушвицу «Работа сделает вас людьми». Арбайтен махт фрай. Не все попадали в концентрационные лагеря. Вот есть страшный диктатор Пиночетц, который, согласно различным левым комиссиям, комиссии Реттига, удалось им с трудом наскрести 3000 человек с небольшим убитых при Пиночете по политическим мотивам. И при этом в эти 3000 человек они включили, например, несколько сотен боевиков, террористов левой революционной организации мира. Они убили правительственных солдат, убитых этими боевиками, но по политическим же мотивам. И они включили в это число даже прохожих, которые случайно погибли во время организованных мир-терактов. Вот любителям этой страшной статистики будет любопытно узнать, что организация под названием «Архив Кубы» даже в суперзакрытой талитарной Кубе, не так, как комиссия Реттига, к которой приходил каждый человек и говорил, «Вы знаете, может быть, а мне вот там вот я что-то слыхал». Так вот, суперзакрытой талитарной Кубе, она задокументировала 3615 революционных расстрелов плюс 1253 внесудебных убийств, и речь идёт о доказанных случаях. Потому что чёрная книга коммунизма оценивает количество расстрелов в 15-17 тысяч человек, а вообще оценки безграничный разброс, есть оценки от 4 тысяч человек до 33 тысяч человек. И правой рукой, главным палачом этих революционных расстрельных бригад был кумир левых всего мира Эрнесто Че Гевара. Вот я думаю, что каждый романтик, который носит майку с его физиономией, должен быть знаком со словами этого кубинского Дзержинского, цитирую, «Чтобы послать человека на расстрел, суд не нужен. Революционер должен стать хладнокровной машиной для убийства движимой чистой ненавистью». Впоследствии Че Гевара героически умер, менее известный факт, что вообще тот факт, что Че Гевара отправился в Балилию, был связан, как всегда, с борьбой бульдогов под ковром, потому что лидер должен быть один, спаситель должен быть один, либо Кастро, либо Че Гевара. Значит, речь идет не о тайных казнях, потому что речь идет о публичных расстрелах, о них были сняты ролики о многих, крутили в кино, с большим энтузиазмом относилось к ним население. Ну вот, как сейчас вы можете смотреть, как игиловцы рубят головы публично, и часть населения относится к этому с большим энтузиазмом. А в этом смысле есть удивительная организация, которая не знает об этих расстрелах, ее зовут Amnesty International, у нее есть доклад, вышедший в 89-м году, согласно которому на Кубе с 59 по 87-й год произошла аж 21 казнь. То есть, если вы хотели узнать чего-то об Amnesty International, а стеснялись спросить, то вот вам, пожалуйста, Amnesty International борется с крыла вам израильским режимом, но на Кубе, ну что вы там, 21 казнь. Честно скажу, что эти расстрелы остались в прошлом, потому что способность нации сопротивляться тоталитарной диктатуре не бесконечна. Жажду свободы приходится выжигать огнем и мечом первые 30 лет, потом достаточно пропаганды, и, собственно, это простое правило, правило одного поколения. Легко проверить на любых странах, которые страдали от коммунистической диктатуры, потому что, например, Китай, где реальная коммунистическая диктатура была с 49 по 79 год, несмотря на все ужасы этой диктатуры, очень быстро оправился. Балтийские республики и западная Украина, которые были подчинены Советскому Союзу реально только с 45-го года. Да, они тоже в 89-м году довольно быстро перешли к нормальному существованию. А вот та страна, как, допустим, сама Россия, которая с 17-го года имела сломанный хребет и в которой хребет был окончательно сломан в 29-м, она уже к началу 90-х годах пережила возможность нации сопротивляться творившемуся над ней насилию, нации разложилась. Собственно, то же самое произошло на Кубе, тем не менее политические заключенные на Кубе существуют до сих пор. Вот есть страшная американская кровавая база в Бонтанамо. Там всем известно, правозащитники против нее борются, задокументированы преступления кровавых американцев против содержащихся там невиноватых заключенных каждой леволиберальной газетой, и даже известны совершенно страшные преступления этого детали. Например, вот там есть халяльное меню, но она пересматривается только раз в две недели. Там есть фепсикола и мороженое, но выдают только дважды в неделю. Там есть библиотека, но в ней только 17 тысяч книг. В общем, спроси любого правозащитника ночью, что такое Гуантанамо, и он себе ответит, что это место, где американцы без суда и без следствия мучают заключенных, мучают мирных мусульман, и, собственно, все, что происходит в мире, если где-нибудь взрывается какой-нибудь террорист, то, во-первых, конечно, это не он сам взорвался, а это проклятые американцы что-то такое спровоцировали, а во-вторых, это вот, конечно, ответ на пытки в Гуантанамо. И спроси любого правозащитника, он тебе скажет, что единственная причина, что не закрыв Гуантанамо, невозможно справиться со сломистским террором, который является ответом на это страшное Гуантанамо. Так вот, в провинции Гуантанамо с кубинской стороны находятся 94, прописи 94 тюрьмы, условия содержания в которых, вы знаете, не предусматривают ни кока-колы, ни халяльного меню, ни даже, представьте себе, мороженого. Там люди висят, они сидят, и там их заживо едят черви. А всего свободная Куба насчитывает около 300 тюрем, при Кровавом Батисте их было 12. При этом кубинские тюрьмы совершенно современное западное правозащитное сообщество не интересует. Как я уже сказала, социализм провалился в истории, но победил в умах. Я как-то вот не помню, чтобы правозащитники инспектировали эти тюрьмы, хотя, надо сказать, их, конечно, еще и не пустят. И в этом смысле особо интересен, замечательный визит. Это визит американского президента Барака Абамы, который посетил в марте этого года остров свободы, и который объявил, что я приехал сюда, чтобы похоронить последний кусок холодной войны. И, как вы понимаете, американский президент, он тоже не то, чтобы, ну, не был он настолько груб, чтобы критиковать кубинские власти за отсутствие выборов, за тоталитаризм, за пытки политических заключенных. Из его спича можно было заключить, что во всех несчастьях Кубы виноваты американские империалисты и расисты. Встречали Обаму так, что Рауль Кастро даже не выехал навстречу в аэропорт. После отъезда Обама Фидель Кастро разровился статьей в общем стиле передовец газеты «Правда» 1939 года, времен, когда, значит, Советский Союз обвинял Англию и Францию в империалистической войне, развязанной против Германии. В общем, визит удался. И такая маленькая деталь, что, в общем-то, при Фиделе Кастро погибло больше граждан Кубы, чем при президенте Сирии Башаре Асаде. Вот я пытаюсь понять, вот почему президент Обама называет Асада палачом и требует его ухода, и при этом он едет к Фиделю Кастро и извиняется перед ним. Уехать к Кубе, кстати, до сих пор нельзя. Нужна выездная виза. Сначала построение социализма из этого рая на земле бежали приблизительно 1,4 миллиона человек, включая сестру Фиделя Кастро, которая, как это часто бывает, живет, с одной стороны, в проклятом кровавом перелизме, но является страшным его защитником. И дочь Фиделя Кастро, которая, наоборот, является его критиком. Смерть Кастро вызвала среди этих эмигрантов приступ ликования. Но, в общем, праздник, конечно, преждевременный, потому что, с моей точки зрения, нет никаких оснований полагать, дальше у кубинских режима, как и северокорейский, собирается меняться. Потому что любая реформа, спасая страну, угрожает гибелью правящей элити, а правящая тоталитарная элита всегда предпочитает сохранение власти, спасению страны. Собственно, это хорошо видно по тому, как развивались события на Кубе после краха СССР. Сначала, когда пропали вот эти 6 миллиардов, было некоторое отрезвление. В стране просто потому, что начался голод. И Фидель Кастро разрешил мелкий бизнес, разрешено было даже хождение доллара. А потом быстро нашелся новый спонсор Уга Чавес, потому что, как я уже сказала, идея социализма бессмертна. Доллар в 2004 году снова был запрещен. Началась в стране, ну, я не могу сказать, что это была культурная революция, но там вот молодые люди, вот типа нашистов, рассылались в регионы страны. И поскольку они выросли в атмосфере тотального социализма и не знали ничего, кроме дорогого вождя, ну, они учили окружающих жить. В 2008 году Кастро его сменил на посту президента, а затем первого секретаря партии уже в 2011-м. Его брат, который был еще более твердокаментным марксистом, чем сам Кастро. Естественно, ни о каких свободных выборах речи не шло. Священная семья. Рауль Кастро объявил, что его цель сделать построение социализма необратимым. Назначил своим советником 81-летнего Жозе Рамона Мачадо Вентуру, который был даже не марксистом, а сталинистом. Есть замечательная фраза о том, что капитализм – это неравномерное распределение богатства, а социализм – это равномерное распределение нищеты. Бросская фраза, но, к сожалению, несправедливая. Дело в том, что социализм вовсе не исключает неравенства и коррупции. Он, правда, вам гарантирует, что даже самый богатый человек при социализме будет значительно более нищим, чем среднестатистический, грубо говоря, американский гражданин с хорошим домом. Но это отдельный вопрос. А социализм означает другое. Социализм означает, что неравенство является не имущественным, а социальным. Означает, что правящая верхушка живет при коммунизме, получает бесплатно все. Как? У нас вообще… Да мы ни копейки не зарабатываем. А все остальное население живет в одном большом гулаге. И при этом вся машина государства работает на то, чтобы защищать статус тех, кто получает бесплатно все, то, что другая часть населения не может добыть даже за деньги. Соответственно, чем ближе человек к власти, тем больше возможностей его обогащения. И по этой причине я не могу не рассказать одной уникальной биографии, только одной. Их вообще-то несколько, но я расскажу одну. Этот человек, которого зовут Макс Марамбера, он вообще чилиец, он бывший главный телохранитель Альенде. Он сумел сбежать после переворота Пиночетовского 1973 года на Кубу. И там этот ближайший друг Фиделя Кастро стал во главе успешного и коммерческого совместного с государством предприятия Рио Заза. Ну, вы скажете, как так? В общем, человека тренировали в телохранителе, откуда у него коммерческая схватка? Очень просто. Рио Заза имела практическую монополию на продажу нищим кубинцам соков и пастеризованного молока. И поэтому дела у него шли прекрасно без всяких коммерческих изысков, пока Фиделя не сменил Рауль. И вот тогда началось расследование, и Марамбера сбежал с острова, и даже уникальный случай, сейчас он получил заочно 20 лет за беспримерную коррупцию, в том числе за развращение чиновников. Кстати, есть еще один вид товара, которым питается ВВП кубы, это наркотики. И есть такая очень замечательная история, когда в 89-м году как раз рушился СССР, Кастр арестовал нескольких высокопоставленных военных, во главе их стоял генерал Ачоа, их обвинили в торговле наркотиками и расстреляли. И многие по этому поводу выражали большой скепсис, потому что, видимо, реальным преступлением Ачоа была нелояльность власти, все-таки Куба, остров свободы, является переволочным пунктом до наркотрафика в течение многих лет, учитывая крайнюю централизацию Кубы, очень сомнительно, что этим занимаются просто какие-то отдельные военные, стало быть, преступление Ачоа состояло не в этом. Что, собственно, самое главное? Что Куба, как и Северная Корея, принадлежит к числу реликтовых стран, в которых построение социализма привело к тотальному обнищанию, к массовым убийствам, к передаче власти по наследству в одной сакральной семье. И вот, несмотря на падение СССР, этим странам удалось выжить за счет государственного террора и государственной пропаганды, а также за счет радикального снижения сопротивляемости нации этой пропаганде уже во втором поколении. Вот ничто не свидетельствует о том, что смерть Фиделя Кастро принесет Кубе какие-то перемены. И еще раз повторяю, здесь действует очень простое правило. Если в стране есть элита, то она заинтересована прежде всего в том, чтобы выжить. Если выживание этой элиты означает гибель этой страны, элита будет работать на собственное выживание, а не на выживание страны. Перерыв на новости. От острова свободы к нашей великой и прекрасной России. Новость, которая меня поразила, неизвестный напал на мужа Любови Соболь, ведущего сотрудника фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Значит, это человек, пострадавшего зовут Сергей Мохов, это издатель журнала «Археология русской смерти». И, собственно, происходило это так, что за ним ездила на предыдущий день черной априоры, то есть следили, проводили до соседнего подъезда, пишет Соболь. Потом человек с бородой и с цветами ждал его у подъезда. И когда Сергей Мохов отвернулся, этот человек воткнул в него какой-то шприц с препаратом. Мохов упал, потерял сознание. По счастью, рядом оказался таксист, который вызвал скорую. И сейчас препарат распался, сейчас здоровью Мохову ничего не угрожает. Значит, вот борода и цветы – это классика жанра, потому что цветы прикрывают лицо. Если помните, люди, которые сбивали кашину, тоже там были с цветами. Вот препарат, как в обычной аптеке, видимо, не купишь, и что бросается в глаза, что это очень похоже на серии нападений на активистов гражданского общества и позиционеров, которые происходили в Питере. Эти позиционеры перед этим были внесены в некий черный сетевой список, сайт которого, в свою очередь, фонтанка.ру связывала с деятельностью фабрики троллей, которых, в свою очередь, связывают с деятельностью кремлевского повара Пригожина. То есть, вот такое совпадение. Алексей Навальный опубликал очередную статью о кремлевском поваре. Она называется «Коррупция. Обнаруживать и расследовать ее нелегко, а очень легко». В этой статье говорилось о строительстве на городка на 1,3 миллиарда рублей, который без всяких конкурсов был отдан Пригожину. И понятно, что... И вот после этого такая история случилась с мужем ведущего специалиста фонда по борьбе с коррупцией, что особенно страшно, потому что, когда ты рискуешь своей жизнью, ты рискуешь своей, а когда это семья, муж, дети – это совершенно другое состояние беззащитности. И, в общем, понятно, что то, что случилось, не имеет никакого отношения к кладбищам, к социологии, и мне трудно себе представить, какое оно имеет отношение к профессии Мохова, потому что я мало себе представляю, что любой кладбищенский бизнес, даже если он самый бандитский, чтобы ему понадобилась такая самая сложная операция. То есть это такая, с одной стороны, нелетальная, а с другой стороны, явная демонстрация всемогущества. Это значит, что в стране действуют эскадроны, нет еще не смерти, а пока скорее это устроено на комический лад. У кого-то там машину сожгли, кого-то избили, в кого-то говном плеснули в вашу покорную слугу. Вот в мужу Любови Соболь ха-ха, шприц воткнули. Ну, чё париться-то по этому поводу? Ну, чё-чё, шприц, человек выжил? Ну, слушайте, ну, может, она это сама придумала? Да какая фигня? Ну, что уголовное дело по поводу это что ему заводить? Это напоминает пробивки. Вот помните, как перед Грозинской войной уронили ракету возле радарной станции возле горя и сказали, что ракету уронили сами грузины. И смотрели, как реакция международного сообщества, среагирует или нет. Международное сообщество не среагировало, но да, чёрт, и понятно, грузины какие-то русские. Кто ракету уронил, кто ракету закопал, может, действительно, сами грузины закопали. Это тестирует реакцию общества, и это тестирует реакцию Путина. И поскольку это не единичный случай, это значит, что Путин или бессилен это остановить, или не хочет остановить эти недоэскадроны, недосмертит, скорее, второе. А это, знаете, как с Донбассом. Вот с возможностью отрицания. Кто у нас там в Донбассе сражается? Да нет, это же не российские войска, это же шахтёры, комбайнёры, это вот у них сердце взыграло ретевое. В этом смысле это правда не Путин. Это понятно, что это люди, которые стремятся усилить свои позиции, в том числе в глазах Путина. Но понятно, что Путин этому не препятствует, ровно так же, как ситуация, так, какая в Донбассе. В Кремле любят уходить об ответственности, говорить, ой, а это не мы, а это не мы. И если это не остановить, то точно так же, как пробивки в Грузии кончились войной, то это кончится убийствами. Ещё одна поразительная новость про Роснефть. Я вообще думала, что я отговорила про Роснефть на прошлой неделе всё, что можно сказать. Но тут эта новость тоже поразила меня прямо в пятку. Совет директоров Роснефти одобрил выпуск облигаций на сумму, превышающую триллион рублей. Это будет крупнейшее в истории России размещение биржевых облигаций. И вообще, значит, напомню, что объём всего рынка российских корпоративных облигаций это немногим меньше 9 триллионов рублей. То есть это 12% рынка. То есть это просто какая-то феерия. То есть, если подумать, история выглядит так. А сначала Роснефть ещё несколько лет назад просит полтора триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, подайте, пожалуйста. Потом оказывается, что она такая богатая компания, что она может больше всех заплатить за компанию «Башнефть». Она может заплатить 330 миллиардов рублей, 329, если я не ошибаюсь. И, собственно, все правительства объясняют, что почему же мы продали «Башнефть»? Потому что, смотрите, она больше всех заплатила. Понятно, что это очень лукавое объяснение, потому что, если компания «Роснефть» платит за компанию «Башнефть», одна государственная компания за другую, то, например, уменьшаются при этом дивиденды, которые платит «Роснефть» государству, потому что у неё падает прибыльность. Да, плюс ещё там некоторые вещи происходят с налогами, они тоже уменьшаются. И вот теперь наша богатая «Роснефть» опять берёт на что? На обратный выкуп акций «Роснефти», который, собственно, и рассматривается сейчас как главный вариант приватизации госпакета, потому что вот до 2016 года «Роснефть» может выкупить у своего главного акционера «Роснефтегаза» и 19,5% собственных бумаг, потом она или перепродаст его инвесторам, если найдётся такой инвестор, который это купит, а если она его не перепродаст, то эти бумаги окажутся на балансе «Роснефти», и они станут казначейским пакетом, то есть неголосующим. И вот за эту продажу «Роснефти» и ей самой Минэкономразвития надеется выручить 710 миллиардов рублей, то есть стоп, они себя хотят купить за 710, они за «Роснефть» заплатили 330, это вместе получается триллион с хвостиком, и размещают они на триллион с хвостиком. Вау! Причём, напомню предыдущую историю с облигациями «Роснефти» в декабре 2014 года. Там было размещение намного меньшее, на 625 миллиардов рублей. Тогда компания замечательно разместила эти облигации всего за час, выкупила их, по слухам, всего один сразу в фонд открытия, а откуда получились тогда, собственно, открытия деньги, видимо, у Центрального банка, который через несколько дней после размещения этих самых облигаций провёл акционы валютного репона рекордную сумму в 6,3 миллиарда рублей. И, собственно, напомню, что это замечательное размещение как раз сопровождалось самым резким с 1998 года обвалом рубля, потому что евро пробил сотню. И, в общем, понятно, почему, потому что рубль падал, на рынок было выброшено в 625 миллиардов рублей, а что сделали все банки, в которые пришли эти деньги, конечно, они купили доллар. Что случилось с рублём? Он рухнул ещё раз. То есть я, в общем, офигеваю. Сначала нам сказали, что «Роснефть» очень супер-пупер богатая компания, она такая процветающая, что она может купить ваш нефть и выкупить себя, а потом оказалось, что приблизительно ту же сумму, в которой обойдётся эти две сделки, она занимает на рынке. Это в условиях, когда эта сделка является громадной частью рынка и когда предыдущая сделка намного меньшего размера обрушила рубль. Ну, в общем, российские пенсионеры, готовьтесь. Ещё две новости, касающиеся Чечни. Первое. Работники Калужского рынка обратились с письмом о помощи к Рамзану Кадырову, то-сё, их выкидывают, их сокращают, рабочие места, Рамзан Ахмад, человек дела, вот он может решить проблему. Вот интересно, что раньше обращались к Путину, но теперь ещё известно, что к Путину, это если девочка просит розовое платье на ёлку, или если Игорь Иванович Сечин просит занять триллион рублей. Теперь вот скалужские работники открыли нового помощника Кадырова. И второе, это одновременно пришла из Чечни новость, что в Чечне нанимают иностранных инструкторов, в том числе американских, в Международный учебный центр сил специального назначения. И для начала, сказал Кадыров, планируется привлечь до двухсот специалистов, при этом из них десять частных американских инструкторов подали заявки. Это лучшие в мире специалисты, это люди с именем. И, цитирую, в США есть действительно крутые ребята с большим опытом участия в гласных и негласных спецоперациях Латинской Америки, Азии и Африки. При этом Кадыров отметил, что речь идет не об официальных спецназовцев, не совсем понимая, он даже очень презрительно о них отозвался, он сказал, цитирую, не совсем понимаю, чем эти парни могут учить российских бойцов. Наша команда на чемпионате мира в Иордании заняла первое место, американцы были где-то за первой двадцаткой. Он даже уточнил, что американские силовые структуры, цитирую, у нас в Чечне подпадают под санкции. А значит, при этом, вот когда я прочла газету РУ, то я узнала, что газете РУ пояснили, что в самом учреждении, что центр этот не является госпредприятием и существует он за счет частных инвестиций. Теперь у меня два вопроса. Первый заключается в том, что в Чечне есть международный учебный центр сил спецназначения, который, внимание, частный. То есть, это ошеломляющая информация, частный центр подготовки сил спецназначения, под которыми, как известно, имеются в виду люди, которые умеют делать диверсии, но умеют ловить диверсантов. У нас из всех утюгов государствление. У нас уже нефть государственная, у нас государственная Роснефть покупает государственную башнефть, у нас, как отбирают какую-нибудь ависму, так со словами, разве может титан принадлежать государству. У нас даже инновации принадлежат государству. А центр подготовки сил спецназначения у нас частный. Где? В Чечне. Ну, Ясен Пинь, Чечня – это самая правильная республика для размещения такого частного центра. Вот вы представьте себе, что Алексей Навальный завтра организует частный центр подготовки сил спецназначения. Представили? Че будет с центром? Че будет с Навальным? А вопрос – это чего? Навальный по лесам с автоматом бегал? Это, скажем, у Навального российской ракеты жену убило на рынке в Грозном, у него в родовом селе зачистку устроили. Приняем как данность, что Рамзан Кадыров самый лояльный России человек на свете. Даже сомневаться в этом стране. Но вот люди-то какие там будут подготавливаться? У этих людей, скажем, есть в России история. У кого-то маму зарезал русский солдат, у кого-то убили всех родичей, у кого-то тетки кишки вспороли, зачистки, аргон, вот эти люди или потомки этих людей будут тренироваться в этом частном центре. Кстати, я правильно понимаю, что поскольку он частный, то никакой золотов даже теоретически не может его проверить. Он же частный. Второе. Но частные центры, частные, это обычно связано с тем, что это как-то генерирует прибыль. Вот как этот центр собирается окупаться? А если он не окупается, то на какие деньги он содержится? Вот кто тот чеченский миллиардер, который разработал чеченский гугл, и имеет столько прибыли, что остаток этих денег широкой рукой дает на частный центр, где учат молниеносно захватывать или освобождать гражданские военные объекты. А Чечня все-таки у нас дотационная республика. Ну, и третье. Я совершенно согласна с Кадыровым, что лучшие в мире специалисты и крутые ребята попадаются среди американцев. В Кадыровом случае специалист. Я не специалист, поэтому я не буду спорить. Смешно было бы с моей стороны спорить. Ну, вот наберите просто в гугле или в Яндексе Кадыров и США. Я просто заголовки прочту. Послан Кадырова США при поддержке своих европейских вассалов стремится вызвать в России хаос и также подорвать веру россиян Владимира Путина. Рамзан Кадыров назвал США главным врагом ислама. Цитата из Кадырова, «Я не боюсь Белого дома, я боюсь только Всевышнего». Другая цитата, «Я не верю, что Царнаева без ведома спецслужб США совершили этот теракт, если они его совершили». Рамзан Кадыров обвинил США и НАТО в дестабилизации ситуации в Афганистане, Кадыров в США развивали войну против России, а вот письмо Кадырова открытое Бараку Обаме. Цитирую, «Народы уверены, что в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане, Йемене военные конфликты развязаны по вашей вине. Именно вас обвиняют в том, что террористы ИГИЛ получают оружие, финансы, в людские ресурсы. От руки террористов, среди которых были и граждане ваших стран, погиб мой отец, президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров». Вот сразу, скажем, допустим, это правда. США развязали войну против России, спецслужбы США через Сарнаева совершили теракцию, США финансируют ИГИЛ, они развязали конфликты в Сирии и Ираке, а Рамзан Ахмадович Кадыров говорит, что это правда, он специалист, кто я такая, чтобы спорить с Кадыровым, ему виднее, и у него есть опыт в этих вопросах. Но США это все сделает через кого? Ну, очевидно, через разных лучших в мире специалистов, в том числе частных, с большим опытом участия в гласных и негласных операциях. И вот как можно гарантировать, что вот всех этих людей, которые все это сделали, которые создали ИГИЛ, которые подставили братьев Сарнаевых, которые ведут неустанную войну против России, что они не проникнут среди этих частных специалистов в этот центр. Вот я себе сейчас представляю, как наши ФСБшники, та часть которой не любит Кадырова, они же там тоже профессиональные параноики, они же сидят на измене, как они сейчас вспоминают президента Садата, который тоже, знаете, говорил, вот у меня раньше были советские инструкторы, а теперь будут американские. Две новости пришли одновременно в этот четверг. Во-первых, в Брюсселе Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить политзаключенного Дадина, а Россия, мать Дадина, попала в больницу с подозрением на инсульт, потому что тролли в сетях, опять тролли, здравствуйте, стали присылать ей сообщение, что Дадин найден повешенным в камере. Я уже говорила на прошлой неделе и писала сейчас вот в «Новой газете», что Дадин – это второй магнитский, и что если Дадина не перевезти, его убьют и запытают, и после этого случится, как с магнитским, будет принята Дадина, будет из всех утюгов магнитский, Дадин, Боинг, Кузбасс, Донбасс, Крым, Савченко и так далее, и что элементарное решение это перевезти Дадина в другую колонию, но система не может отдать такого приказа, потому что Путин воспринимает любой компромисс как слабость. Об этом я пишу в «Новой», я не буду пересказывать того, что я там пишу, а скажу я сейчас того, о чем я не пишу. А вот две вещи я хотела бы добавить. Первое. Вот параллельно с историей с Дадином, которая, на мой взгляд, важнейшая история ровно, потому что она на ровном месте, как банановая кожура, случилась, и на наших глазах на ней власть поскальзывается. Вдруг вылезло несколько, было, вернее, запущено, историй, которые все стали обсуждать, правда, из них одна тут же умерла. Одна была история с псковскими подростками, которые состоялись в группах смерти, убежали из дома, напились, нашли оружие, подстрелили маму одного из подростков, потом стали стрелять ментов, потом параллельно вели трансляцию, из которых было ясно, что крыша у них улетела, потому что они рассуждали так, ну, сдаваться нельзя, если мы сейчас сдадимся, нас отправят по разным школам. Это вот после стрельбы по ментам, после раненой мамы. Вот, и все обсуждают, где был психолог, как неправильно вели себя проклятые менты и не застрелили эти кровавые менты невинных подростков, которые там сначала 10 раз сказали, что они застрелятся, а потом сказали, что у них пуль нет. Вторая была история про девушку в Орле, которая позвонила в МВД, что у нее ссоро с сожителем, и ответили, что если он вас убьет, то мы приедем и опишем труп, и ровно так это и случилось, и вот какая у нас сволоча полиция, и там возбуждено уголовное дело. Ну, и третья история, которая меня совсем поразила в самую пятку, это история про кондуктора, который высадил в Екатеринбурге на морозу девочку 9 лет, и сразу появились победные реляции, что уже возбуждено уголовное дело, что девочка прошла до дома три установки по 30-ти градусному морозу, и мне показалось, что все эти три истории сконструированы по абсолютно одинаковому сценарию. Они сконструированы, чтобы обсуждали не Эльдара Дадина, а что-то другое. Особенно меня, конечно, потрясла новость про девочку, на которую завели уголовное дело, за то, что девочка прошла три остановки пешком, и там были уже победные реляции, что уголовное дело завели, и что даже какой-то из пассажиров тоже пожаривался на подобный беспредел, что, конечно, возбуждало полное недоумение, потому что какой же чудак на букву М, вместо того, чтобы заплатить несколько маленьких денег за билет девочке, будет после этого не полениться, пожаловаться в прокуратуру, что на его глазах девочку высадили на мороз. А потом с этой историей случилось несчастье, потому что произошла она в Екатеринбурге. А в Екатеринбурге замечательный мэр Евгений Ройзман. Ройзман не очень много может сделать, потому что, понятно, у него связаны руки, но то, что он делает, он делает. А делает он, прежде всего, вот эти бесконечные приемы посетителей и выяснение их мелких проблем. И как только он увидел эту новость про девочку, он ужасно возбудился, он сразу стал искать, где же это произошло, и выяснилось, сначала даже были сообщения фальшивые, что он нашел. А оказалось, что никто этой девочки не видел, и ни одного свидетеля найти не получается. И мама перестала выходить на контакт. И, значит, все понятно, потому что на настоящий момент, ну что есть-то? Девочка должна была прийти домой в 12. Пришла в час. Мама спросила, почему. Ну, девочка сказала, вот меня высадили, я шла пешком. Уже уголовное дело возбудили. Ну, ребята, мы этих объяснений, про то, почему подросток опоздал на час в школу, каждый школьный учитель рисования слышит в вагон и маленькую тележку за всю свою жизнь. Трамвай сломался, электричка перевернулась, будильник не зазвенел, ну вот кондуктор высадил на мороз. А вопрос-то вообще ни о чем. Девочка имела полное право, видимо, сверхстрогая мама, которая контролирует дочь до последней степени сознания. Значит, у девочки специально выключился мобильник, но специально, не специально, мы не знаем, да, но у девочки мобильник выключился, она пропала со всех радаров, вот куда-то она на час делась. И вот этой маме она рассказала. И почему я говорю, да, у меня ощущение от всех этих историй, что они ровно и затем делаются, чтобы перебить вкус Дадина. А потому что, ну вот, например, история про подростков, да, она сконструирована так, чтобы человек типа Димш изыскал сразу. Ой, караул, какая она страшная власть. А человек более рационально настроенный, пожалуй, плечами, сказал, ну вот что, с дуба рухнули. Вот что может помочь самоубийцам, у которых тяжелые нарушения, непонятно, ситуативные или неситуативные психики. Да, наверное, можно было помочь, но это уже инструменты тонкой настройки. Да, наша власть, она утюг, она таким инструментом не обладает. Но у нее есть более существенные недостатки. Или там историю про женщину в Орле, да, это действительно сотрудница полиции ответила ужасно. Приедем, труп попишем, если вас убьют. Но ужасная правда заключается в том, что если вы спросите любого мента, он скажет, что, знаете, вот мы когда приезжаем по подобным звонкам, да, то там выясняется пьяная тетка, пьяный сожитель, и когда мы начинаем этого сожителя уводить, она же нас охватывает табуреткой. Да, вот на тысячи и тысячи таких звонков приходится одно убийство. То есть это ужас, да, как ответила женщина, но это не ужас-ужас. И все это, да, вот периодически такие компании по рублению хвоста собаки Алкевиада запускаются у нас. А проблема заключается в том, что вот в этой истории с Дадином у власти хорошего выхода нет, потому что, допустим, Кремль оставит все это на самотек. Ну, допустим, Дадина сломают. Допустим, покажут видео, где он говорит, да, ребята, я все оболгал начальника колонии, я врал. Ответ, это же будет еще только хуже, потому что никто этому видео не поверит, в том числе и уже в Европарламенте. Если Дадина убьют, или это будет самоубийство, еще хуже, опять же, не поверят. А, ребят, если же его не убьют, через два с половиной года его выпустят, и он будет знаменитостью. И жизнь его будет заключаться только в одном. Он будет ездить по Европе и рассказывать, что с ним делали, уже после того, как он пожаловался, что его пытают. Потому что до того, как он пожаловался, это было частное дело этой колонии. А после того, как он пожаловался, то ответственность за то, что с ним происходит потом, лежит уже не на той частной инициативе садиста, который его пытал, а на властях, которые покрывают этого садиста. И вот элементарный выход перевести в другую колонию не действует, а вместо этого нас начинают вот эти вот информационные шутехи. Давайте лучше пообсуждаем, как девочку-кондуктор высадила на мороз. Всего лучшего. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok